Десятки мотоциклов от самых маленьких до мощных байков. В Горках прошли соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный клуб «Юность». Состязания приурочены к закрытию сезона 2020. Этот год из-за пандемии стал для мотокросса нелегким. Для мотокросса было сложно, потому что были запреты на сбор участников. Нам приходилось проводить учебно-тренировочные сборы в усеченном состоянии. Собирали на гонки только близлежащих, то есть малое количество гонщиков. Сейчас же покорить заснеженную трассу приехали более 120 спортсменов не только из Подмосковья, но и разных регионов России. Такими масштабными гонки стали впервые за год. И стоит ли говорить, что оказаться первым на финише, конечно, хотел каждый. И дети, и взрослые, и даже многократный чемпион Европы по мотоболу Геннадий Мить, который признается, что никогда не устает от мотоцикла. Это хобби такое, которое приносит удовольствие. Как я уже не раз говорил, что когда едешь на мотоцикле, все забывается, все проблемы, все. Ну, это как для души все. Нагрузка в мотокроссе колоссальная. Пульс может доходить до 200 ударов в минуту, а сам гонщик во время езды постоянно в стрессе, удерживая мотоцикл на неровностях и выравнивая его в прыжке. Ну, какой же адреналин и кураж. Неудивительно, что фанатами мотокросса становятся все, кто хоть раз видел это азартное зрелище. Кстати, среди участников заезда немало представительниц прекрасного пола. Софье Ивановой всего 13, но уже несколько лет она упорно тренируется. За плечами у юной байкерши немало побед. Выигрывала и у мальчишек. Добиться успехов ей помогает прекрасная выдержка, любовь к мотоциклам и маленький секрет. Для меня мотоцикл лучший друг, потому что перед каким-нибудь стартом я постоянно могу погладить, и я хорошо могу проехать заезд. Всячески поддерживает увлечение Софьи папа, который однажды и привил ей любовь к мотоциклам. А теперь у нее главный тренер и наставник. Есть желание, есть стремление, когда хорошо получается, зачем руки отбивать. Поэтому, единственное, что переживаний много. Страшно, конечно, особенно, когда прыгать начала. Газу добавила, там уже ход поменялся, история совсем другая пошла. Переживаем, ну а что делать? Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.